Музыка 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 Привет! Мы сейчас находимся в аэропорту Пулково в Питере И ждем рейс на Тиват Сегодня мы летим в Черногорию Сейчас вот мы в Бургер Кинге заказали себе немножко еды поесть И начинается наше путешествие Правда еще часа через 4 мы тут 7 часов ждем Вот В общем мы уже прошли в бизнес У нас тут 2 часа есть И Тут такие диванчики удобные Такая закрытая практически Территория В общем мы сейчас отдыхаем И у нас через по-моему где-то 3 часа уже посадка будет Вот так Идея поехать в Черногорию Возникла спонтанно Я раньше не особо задумывалась над этим направлением Но однажды Дело было весной Я сидела на работе Подумала про лето И в голове неизвестно откуда всплыло слово Черногория Полезла мониторить сайт И пришла к выводу что в общем то туда было бы съездить интересно Люди на форумах восхищались красотами черногорской природы И радушием черногорцев С датами вышла примерно такая же история Они просто всплыли в голове И к моему удивлению Примерно на этот период стоимость билетов выходила самая оптимальная Несмотря на то что в Черногории в данный момент времени был так называемый сезон Билеты были куплены гораздо позже чем возникла идея поездки Покупала их я в этот раз на Озоне И обошлись они нам в 59 570 рублей за двоих Летели мы компанией Аэрофлот И весь перелет Красноярск, Питер, Тиват Занял примерно 17 часов В Монтенегро, а именно так Черногорию называют весь мир Проживает около 800 тысяч человек В основном это черногорцы и сербы И небольшой процент албанцев Государственным языком Черногории является сербский С равноправным использованием кириллицы и латиницы После фактического распада Югославии в начале 90-х Черногория оставалась в одном федеративном государстве Сербии Сохраняя название Югославия Позднее, начиная с 2003 года Она стала частью Сербии и Черногории И боевые действия Балканской войны Начиная с 1992 по 1996 года Не затронули Черногорию Но она пострадала от международных санкций Наложенных на Югославию И 21 мая 2006 года на референдуме Более половины процентов черногорцев Проголосовали за выход из федерации Сербии И официально с 3 июня 2006 года Черногория провозгласила свою независимость И была признана международным сообществом Так что страна не только маленькая, но еще и молодая Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, на самолете совершенную площадку в городе Тивак Местное время 17 часов, 10 минут Погода Тивак хорошая, температура плюс 34 градуса Мы делимся в помощи безопасности, просим вас отставать на устоих местах Готовыми ремнями для выключения заборных ремней Ура, мы наконец-таки долетели Сколько мы часов летели? Почти сутки Очень душно, очень жарко Такой классный воздух Самолеты мне прилетают Очень душно, очень Такие пешком идем, идем Эти дроны Мы сняли, ты снимаешь, да? Мы сняли Тойоту Ярис, красненькую Сейчас нам все рассказали, объяснили, заплатили денежку И начинается наше путешествие в Ульцин И по дороге я расскажу Ты снимай, не на меня снимай И по дороге я расскажу Что мы будем и как мы будем Ладно, попробуем Теперь где выезжать Я не вижу, где выезд только Ну все, поехали, сейчас увидишь Что ты делаешь? С ручника снялась В общем Мы приехали в аэропорт Ты меня снимай, что ты снимаешь? Ноги какие-то Короче, мы приехали в аэропорт В Тивот, в город Взяли там машину Ты не смотришь, что ты снимаешь? Там это же открывается Короче, вот И мы сейчас едем в Ульцин Вообще в Черногории два Этих аэропорта Один в столице Подгорицы Или Подгорицы Второй вот в Тивоте Тивот курортный город, в общем-то Смотри, какая пробка В общем, мы находимся сейчас в Черногории Мы прилетели в аэропорт Тивот Взяли сейчас в аренду машину Машина нам обошлась на весь срок 649 евро Мы 80 центов заплатили за то, чтобы выехать с парковки Вот И сейчас мы едем в Ульцин Как правильно едем или неправильно, мы не знаем Потому что Потому что что? Потому что мы не разобрались с навигатором Потому что марамушты Вот И Ульцин это дальняя часть Черногории Которая на границе с Албанией Сверху граничит с Босни-Герцеговиной А справа граничит с Хорватией Вот И когда мы прилетали Уже такие прям обалденные пейзажи Вообще едем очень красиво Тут очень Дима мне прям из картинки загораживает Сейчас едем Вот самолетики летают И что-то я хотела рассказать Столица, короче, Черногория Это Подгорица Или Подгорица Ты в ноги сделал Давай не в ноги Ноги в лицо А мне в лицо не было Ты в лицо поправь Ну я так простына Вот Столица Там есть Шишкин лес Шишкин лес Это мы в дюйти фри Вытащили Не в дюйти фри А в этом В бизнес-зале Можно было Контрабанду продать Кому? Ну, местную Что-то как-то она не очень по вкусу Да? Это же Шишкин лес Мерсик меня сзади прав Поджимает Поджимает Вот кабриолет проехал А, кабриолет стоит От 100 евро по-моему А может меньше даже Не знаю В общем Подгорица, да? Батарея разряжена Опачки У кого? Это у навигатора Давай воткнем Есть еще два аэропорта В Черногории Всего В Тивоте И в Подгорице Или Подгорице Вот Мы решили не в столицу А на побережье Чтобы красиво было Садиться Ну и в принципе Разница в ценах Примерно Ну, одинаковые цены Куда пролетать Без разницы Вот В общем Сейчас наш путь На границу Колбании Там классные пляжи Должны быть песочные Вулканический песок Черный Посмотрим это все Вот Я что-то много-много Чего хотела рассказать Вообще Черногория Это Название русское Ну, славянское Бывшие страны СССР Называли Черногорию Черногория А вообще Международное название Страны Монтенегра Звучит очень красиво Монтенегра Монтенегра Что-то много Что хотела рассказать Смотри Какой старый дом Дим Можешь заснять Если хочешь В общем, вот И все, что хотела рассказать Я забыла Так что Может быть Потом что-нибудь Еще расскажу Уставшие мы Мы ехали 24 часа почти Какое Это больше, наверное, да? Угу Мы выехали В 3 Какое мы? В 3 ночи Я запуталась Короче Разница в Красноярском 5 часов С Москвы 1 час Вот мы проезжаем Уже какие-то развалистые Дома Можешь уже Поснимать Что-то лучше Рассказала Что хотела Давай дорогу Что-нибудь Регистратор Можно воткнуть На лобовое Ставить Дорожку Начинать, да? Не реки Да, правильно Короче Сейчас у нас Пробка Потому что В Яс Пляж такой есть Или место Я не знаю Пляж точно есть Такой Сейчас проходит Фестиваль электронной музыки И там Поэтому затор И поэтому Нас не пускают У меня уже все У меня Видимо крыша У меня уже не справляется С информацией Вот ограничение 60 А мы Стоим 0 километра Блин Надо было Этот датчик Скинуть Наездили Сколько Чтобы Знали Сейчас Короче Здесь 737 Наездили Скидывать А как Скидывать Я не знаю Метр Мы на 0 километра Потом в конце Поездки Посмотрим Сколько Мы наехали Я надеюсь Все будет Хорошо Вообще У меня Первый раз Опыт Такой Вождение Арендованной Машины Немножечко Немножечко Главати Короче Мы проезжаем Мы правильно Едем Главати Ты уже Со своего Навигатора Смотришь? Нет Я тут Смотрю Сразу И это Короче Главати Главати Потом По твоему Навигатору Почему-то Две дороги А у меня Одна Ну Видимо Не знаю Или это Старая А вот Ну Короче Надо ехать За людьми Сейчас Нам еще Долго Ехать Нас Предупреждали Об этом В такой День Мы прилетели Что уж Делать Теперь Машинку Мы потом Покажем У нас Тойота Ярис Красненькая Все Как заказывала Все четко Прям Совпая Совпала Совпала Да Ну Как Я боялась Что подменят Машину Нет Все нормально Вообще Все замечательно Сделали А у нас Нет Куда поставить Чтобы Вот так Стоял Вертикально А вот Сюда Не упадут Что его ставить Чтобы Длина Была Дим Нет Не 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 Что Что Гровь Ну Дима Уже В кадре Сфотой Там задержка Есть фото Там Вот какие-то Развалены Не разбей Пожалуйста Навигатор Какие-то Чуваки Бегают Большая Большая Парковка Ой Парковка Все Ирина Это Вот так Вот Положено В принципе О Смотри Нормально Затреба 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 Это Короче Черногорский Рэп Ямала Пуза А что значит Нормально Нормально